Власти Иракского Курдистана уже в ближайшее время могут провести референдум о независимости от Багдада. Такое заявление сделал глава региона после встречи с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Центральные иракские власти при этом сомневаются, что отделение состоится, заявляя, что против независимости Курдистана выступают не только в Ираке, но и в Турции, в Сирии, в каждой из которых живет немало курдов. Кому же тогда это может быть выгодно? Александр Истегнеев побывал на месте событий. Иракские курды празднуют Навруз. Это закрытая вечеринка. Для приближенных к правящему клану Барзани и дорогих гостей. В центре внимания вице-консул США. Казаться своим. Улыбка, курдский костюм. Местная в восторге. Ткань, крой, 5000 долларов, не меньше. Обмен реверансами. Я бы хотел поприветствовать здесь силы международной коалиции. Без их помощи нас бы сегодня не было здесь. Большое спасибо. Навруз – время возрождения и надежды. Я надеюсь, через год мы встретим его вместе. В освобожденном от террористов Ираке. Вместе в Ираке совсем не то, что нужно курдам. Генри это прекрасно знает. Ведь США намерены перекроить регион. Им нужны здесь союзники, на которых можно опереться. Поэтому из провинции Иракский Курдистан американцы вновь обещают сделать самостоятельное государство. Об этом пишет авторитетный американский журнал Foreign Policy. Об этом говорят на улицах Эрбиля. Независимость от Багдада, обретение собственного государства собственными территориями, психологически для иракских курдов – все это уже произошло. Осталось лишь только закрепить в соответствии с нормами международного права. И в этом обещают помочь в том числе Соединенные Штаты Америки. Поэтому сейчас здесь считают время до проведения референдума. Он должен состояться, когда закончится война с ИГИЛ. А эти кадры уже из Сирии. Второй фронт борьбы с ИГИЛ. Основной. Здесь, недалеко от города Ракка, неделю назад высадился американский спецназ. Поддержать уже сирийских курдов. Оружие, инструкторы и вообще сам факт присутствия. США выгодно, чтобы Ракку взяли курдские отряды. Но никак не сирийская армия при поддержке России. И даже не Турция. Хоть и партнер по НАТО, но отношения между Белым домом и Эрдоганом на грани нервного срыва. Соединенные Штаты пытаются развернуть курдское наступление, поддерживая его своим спецназом, оружием. И всячески политически, экономически стимулируя курдов. Чтобы привлечь курдов, всячески декларируя свою поддержку мысли, идеи о создании единого Курдистана. Единый или Большой Курдистан – вечная мечта народа, у которого никогда не было своей земли. Но который веками притесняли восточные деспотии. Сейчас курдские анклавы есть в Сирии, Ираке, Турции и Иране. Во всех этих странах курды требуют автономии. США играют на мечте. Им выгодно раздробить Сирию, максимально ослабить Башара Асада. Дестабилизировать Иран. Надавить на вышедшего из-под контроля турецкого президента. И, конечно, ослабить влияние России в регионе, который снова окажется под угрозой войны. Создание единого Курдистана представляет собой прямую угрозу национальной безопасности и территориальной целостности тех государственных образований, тех государств, на территории которых сегодня проживают компактные курдские общины. Любой вопрос о создании единого нового Курдистана – это вопрос пересмотра границ. Это означает исключительно разрушение всей региональной структуры безопасности. Но и в товарищах согласия нет. Иракские курды в прекрасных отношениях с Турцией. Через нее они продают нефть. И Анкара не против самостоятельного иракского Курдистана. Пока там закрывают глаза на жесткое подавление турецких курдов. Речь об отрядах курдской рабочей партии. Она, в свою очередь, помогает бороться с ИГИЛ курдам в Сирии. Но именно сирийских курдов США мечтает объединить с протурецкими иракскими. Кому-то придется выбирать, какой брат дороже. Ближний Восток – американская версия. Уже не тайна. Произошла утечка карт и проектов в прессу. Но все еще секрет, судя по реакции вице-консула США в Ирбиле. Будут ли иракские и сирийские курды вместе? В ответ – тишина. Генри Хагард занят общением с курдскими партнерами. Улыбки, совместные селфи, наврус. В разгар праздника для него устраивают традиционный ритуал. Но вице-консул США не обращает внимания, какое пламя разгорается за его спиной.